Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Гомеле появится новый дитячий сад, его побудуют в 164-м микрорайоне. Без барьеров в регионе реализуется проект по створению системы медико-социальной реабилитации инвалидов-колясочников. А сейчас об этом и иншим больше подробностям. Ролю и значение руководства с правами президента Беларуси в экономике страны необходимо усмотреть. Такую задачу керавник державы Александр Лукашенко поставил сегодня под час рабочей встречи с керавником справ президента Виктором Шейманом. Обмерковывались выники работы керавництва с правами и подведомных предприемств о минулом году и перспективы на наступный период. Отзначено, что предприемства и структуры показали добрую динамику, повысилась рентабельность в сельско-господаршем и промысловом сегментах. Керавнику державы так само было доложено о планах по засвоению новых направлений в деятельности керавництва с правами. Так пропрацовывается питание по ширине работы в галине фармацевтики. Отповедная тематика обмерковывается с партнерами в Индии и Казахстане. А кроме того, разгляджено питание створения предприемства в сфере электронных лотарей. Помощник президента, инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко сенья провел у Рэйшицы прием грамадян. Некоторые питания, с якими пришли же хары района, вырешилися на месте, а остальные взяты на контроль. За некольких годин до помощника президента звернулися 8 человек. Як и подчас приема у инших регионах на этот раз не обошлось без скаргов на работы жилево-коммунальной господарки, а так само спрышек помеж суседями. Церот инших зворотов можно выделить просьбу об удовнествии у Рэйшицы лядового палаца, тікатка со штучным покрытием. Особные доручения отримало керавництво предприемства Рэйшица Древ. Жанчина, якая працавала тут вартовником, зараз знаходится на пенсии, али мае потребу у проведенні нетанной операции. В акционерном товаристве ситуацию разглядзять объективно и при необходности окажуть былому работнику материальную допомогу. А прача того, частка гучных пытаний узята на контроль. Жыхары поселка Большавик Гомельского района, які так само приехали на прием, узняли проблему, якая тычется шмат яких населенных пунктов. При отсутности гарачага водозабеспечения люди корыстаються электричными водонагравальниками, что веде до повеличения споживания электроэнергии и, как выник, необходности оплачивать ее по повышенных тарифах. Выршить гэтае пытание можно только на урадовом узровне, а тому Юрий Шулейко вывышит ситуацию больше подрабязно и у Сибакова. В принципе, общая картина, она рабочая, она рабочая. Действительно, имеют некоторые случаи свое место, но каких-то из ряда вон выходящих вопросов сегодня на приеме не прозвучало. Сегодня в Гомеле отбилось посадение областной комиссии по выборах депутатов мясцовых советов. Удельники проанализовали готовность участков для голосования, а также рассмотрели несколько скаргов претендентов на депутатские посвящения. С выниковым протоколом ознайомились наши корреспонденты. До выборов мясцовых совета депутатов остается всего 10 дней, а тому увага до ситуации на участках, как никогда, высокая. Необходно рассмотреть все варианты, которые могут всплывать как на год голосования, так и на безопасность выборщиков. Анализуется все – от обеспечения участков без перапынной телефонной совязью до пожарной безопасности и охоты правопарадки. С всеми суперсовниками милиции, которые будут дежурить на участках, проведена специальная учеба. Проведен расчет сил и средств, задействованных для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на избирательных участках в период проведения засроченного голосования и в день выборов. Сотрудниками УВД, территориальных РУВД области проведены дополнительные занятия по изучению законодательства о выборах в массовых мероприятиях. Руководством территориальных РУВД налажено тесное взаимодействие с избирательными комиссиями. И еще один блок питаний у расследженных на посаджение областной комиссии – свороты кандидатов у депутаты. Претендент з Речицы незадоволенны тем, что замест его полной автобиографии у информационной листовцы надруковали скороченные дадзины. У областной комиссии полишили, что у каждого из кандидатов повинны быть однорковые правы и у задовольненней скарги отмовили. В решті у претендента есть махчимость творить уласный фонд, с якого можно профинансовать друкование любого объема информации. Я еще один кандидат, але уже с Гомеля, незадоволенны тем, что за порушение у проведения агитационной кампании яму обвешаны уже два попереджанні. Уперали ку порушению и плакаты, забразы идеючой улады, и крытышные выказывания у адресу прасовников милиции, и проведение пикета у каляновушальных установ, что створило проблемы для проведения занятков. Решение примается одноголосно. У задовольненней скарги – адмовить. Дарыч, у выборчей кампании гэтый кандидат буде примать удел и далей. Из поступивших вращений или жалобы в властную избирательную комиссию их было семь по различным вопросам. Одно было удалено, это в регистрации кандидатуры. Я не буду называть кандидата, все-таки еще агитация проводится, поэтому фамилию называть не буду. Акцию по тримку выборов сегодня провели активисты БРСМ. В Гомельском легкоатлетическом палаце отбылась вздымка видеоролика. Больше 100 молодых людей в майках колера у национальных гостях страны выстроилися в галочку – знак, который ставят в выборчих бюллетенях. В руках они держали поветренные шары. Таким чином молодец региона выказывает намер прийти на голосование на выборах 18 лютого. Здымка проводится у протяг областной интернет-акции. Молодым людям, старейшим за 18 годов, пропонуется записать короткометражный видеоролик на тему «Я иду на выборы, потому что…» и разместить его в социальных сетках. У худшим часам будет открыто голосование, по выниках якого лепший ролик отримает приз от областного комитета БРСМ. Ролик должен в первую очередь отвечать на вопрос, почему мне нужно идти на выборы, почему я должен отдать свой голос. И таким образом мы хотим личным примером показать, что нам не безразлично будущее. Мы придем на избирательные участки и призываем присоединиться всех неравнодушных молодых ребят, и не только молодых ребят, но и всех жителей нашей области. Прийти и отдать свой голос, проголосовать душой и сердцем. Протягиваем выпуск. У Гомельской области сбор на финансование державных выдатков вернуты 3345 грамадянам. Про это сегодня журналистам поведомила Головный державный податковый инспектор Управления податка обкладания физичных особ областной податковой инспекции Жанна Михеева. Нагадаем, приняты недавно декрет номер один, продугледживая вызволение плательщиков от этого сбора. Вертание грошовых сродков – администрационная процедура, якая ожидаюляется на подставе письмовых заяв. Подать их может и представник затекавленной особы по доверности. Для этого необходимо взвернуться в податковую инспекцию по месту жихарства, продоставить пашпорт и инший документ, удокладняющий особу. При оформлении заявы необходимо указать парадок вертания грошовых сродков – наявный или без наявный. Возврат сбора осуществляется в течение 30 дней. По факту, налоговыми органами осуществляют возврат сбора в течение 5-10 дней, в зависимости от количества поступивших заявлений. В настоящее время граждане интересуются таким вопросом. Если изначально гражданин проживал в городе Минске, ну и, соответственно, уплатил сбор в город Минск, куда ему обратиться в случае, если он поменял прописку и проживает сейчас в городе Гомеле. В данном случае гражданин обращается в инспекцию МНС по городу Гомелю, по месту его проживания. Больше подробную информацию об адресах, телефонах, режиме працы податковых инспекций и службы «Одно окно» можно знайсти на сайте Министерства по податках и сборах. Дитячий сад побудует в 164-м микрорайоне Гомеля. Работы на объекте распочнутся уже в этом году. Установа будет различена на 10 групп, которые смогут наведовать 190 детей. Как поведомила пресс-секретарь Гомельского облаконкама Вольга Рабикова, подавництво детячего сада было заплановано еще на стадии проектования нового микрорайона. Однако за отсутности финансования объект не был узведен. В это вопрос же хоры микрорайона неодноразово вздымали по час промых линий со встреч с насильством и особистых приемов. Старшиня Гомельского облаконкама Владимир Дворник принял решение об выделении сродков за областного бюджету для будовництва важного социального объекта. Новый детячий сад позволит снять в острое для молодого микрорайона питание. Тем более, что все лето тут будет узведен шматкватерный дом для граждан, которые имеют потребу уполепшения жильевых умов и шматцетных семей по указе номер 240. Заплановано будовництво еще двух домов. Зараз дети со 104 микрорайона наведывают детячие сады у инших кропках города. Подвоз забеспечивает специально уведенный батьковский автобусный маршрут. Информационная группа начале со старшиней Гомельского облаконкама Петром Кирыченко сёння сострелась с коллективом открытого акционерного товарыства «Восьмой соковика». Перед початком размогы Петр Кирыченко ознайомился со станом справа на предприемстве. У концерне «Беллехпрам» «Восьмой соковика» – улику лепших и буйнейших. Гомельский трикотаж добровядомен не только в Беларуси, но и за ее межами. Продукцию под брендом «Восьмой» можно увидеть на прилавках магазинов в Украинах СНД и Европы. Своей тяжкостью предприемство безумовно есть. При этом есть и разумение, как с ними справиться. Побеседовали с руководителями этой фабрики. Есть у них задумки, есть проекты, которые позволят и снизить затраты производства, расширить номенклатуру выпускаемой продукции, ну и, как они говорят, чтобы их продукция стала более востребованной. Во время диалога с коллективом предприемства Петр Кириченко рассказал про выники социально-экономичного развития города, а так само отказал на питание. У Гомельской области реализуется проект по створению системы медико-социальной реабилитации инвалидов-колясочников. Головная мета – сделать доступную для спинальника полновартосную допомогу во всех буйных медицинских установах региона. Под обязанностями Володы Олег Сентюров. Гомельский областной шпиталь – первая медицинская установа региона, где инвалидам-колясочникам начали оказывать комплексную допомогу. Здоровося это ровно 10 годов тому. До этого спинальники часто не могли самостоянно натрапить в больницу, не тояк рухаться по ее территории. Старт проект по медико-социальной реабилитации инвалидов-колясочников поклав загад областного управления ховы здоровья по перепрофилеванию 10 месяцев в областном шпитале. В 2008-м в безбарьерном осеруде только начинали сказать, алина практица еще ничего не рабилась. Но вот двери у медицинских установок были такие, что проехать прозрых на колясы было физично немогчимо. И аквыник спинальники лечились лежачими хворами, яких у больницах не вельми чакали. Но вот методы киев-лечения пришлось и напрацовывать практически с нуля. Чтобы работать с пациентами такого плана, нужно иметь опыт. Были наработки. Значит, мы смотрели, какая группа с какой патологией пациентов идет лучше, какая хуже, с которой надо больше работать, на какой конкретно орган делать больше акцент. Сегодня медицинскую допомогу колясочникам в областном шпитале оказывают уже четыре отделения. А прочитывая по инициативе областного объединения инвалидов-спинальников и при финансовой допомоге программы по тримке Беларуси федеральным урадом Германии для установленной были специальные тренажеры. Алина Гербоносенко травму позвоночника отремала 4 года тому, за месяц до своего 23 года. Алипессимисткой Елена Назва Днега в минулом месяце для учения отремала диплом экономиста-менеджера и сподъяется сносить прасу по этой специальности, покой же Алина периодично проходит курс реабилитации в шпитале. На протяжении 4-х лет, когда я лежу в госпитале, я занимаюсь на этом тренажере. Тут разрабатываются, я думаю, что мышцы, суставы, также как идет и пассивное движение, так и активное можно прилагать. Ну, я думаю, что помогает. По инициативе областного объединения инвалидов-спинальников в Оугомском шпитале створили целую систему по реабилитации колясочников о причине посрединной медицинской допомоги. Тут проводятся еще и тренинги по перерасовыванию по улицах города и в жилых домах. В этой нагоде в установе установили имитаторы пандуса и лестницы. Корыстаться ими на колясках зухим не просто, як часом заяцца здоровому человеку, каб не отримать ящедну травму, необходны отповедные навыки. Меж тем, спыняться на досягнутом в громадском объединении не имкнуться. И кажуть, об наявности проекта по створении целой системы медико-социальной реабилитации ничего подобного у инших областях пока нема, Олег, это не значит, что планы не могут стать реальностью. Планы создать в Гомельской области систему мер по медико-социальной реабилитации инвалидов-колясочников, чтобы было задействовано здесь процесс и областная больница, когда делают операции, госпиталь будет базовым для реабилитационных всех мероприятий, и также задействовать наши санаторно-курортные учреждения для того, чтобы люди в раннем периоде получали санаторно-курортные услуги. То есть вот все это, чтобы был цикл этот весь в Гомельской области происходил. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель». У Мазары 50-ти годзи с дня шлюбу отзначила семья Анатолия и Людмилы Бируковых. На золотой веселье повторили урочистую церемонию у ЗАХСе, куда запросили самых близких. А в секретах счастливого семейного життя сюжет наших мазырских коллег. В Мазырском ЗАХСе за ручальными кольцами еще раз обьянялась семейная пара Бируковых. Про спустогоди сумесного життя молодые у ЗАУ расчистостя пришли с теми шпачутцями, как и у лютым 1968 года. До речи, запись, сделанный ровно 50 год тому, до этого часу заховывается в архивах. Веселье 50 годов тому, признается Людмила, было степло, малых гостей было шмат. Золотые юбилеи вырешили отзначить у семейным кругом. Семья Бируковых выгадовала сына и дачку. Сегодня радуются поспехам пяти унуков. Наш секрет в труде. Труд он облагораживает и вот в труде мы могли дойти до таких лет, до золотой свадьбы. Со дня знакомство и до сегодняшнего дня прошло 50 лет. Я ее уже узнал хорошо. Она меня тоже узнала хорошо. Я считаю, что она очень добрая жена. Их приклад узор для сучасного поколения. Повеншовать юбиляров вышли новоспеченные муж и женка Яуген и Вероника. Уручили букет кветок и отримали каштовную параду обголовном сокрыти долгого и счастливого життя. Я бы сказала всей молодежи, которая женится, выходит замуж, что должно быть терпение, очень большое терпение, чтобы сохранить семью, надо познать друг друга, а это все познается очень в таком длинном периоде. Кировник Мазырского ЗАГСа Надея Рагимова что день бачит на роджение новых семей. А вот гости с таким великим стажем семейного життя редкость. Повторить шлюбные клятвы, снова обменяться кольцами, станцевать у Альс подчас золотого веселья переезжая у середнем одна семья в год. И видишь, как они трепетно и нежно к друг другу относятся. Они держат друг друга за руку до сих пор 50 лет. И поэтому это, конечно, и сам себя настраиваешь на то, что это для людей очень важно. И люди подпитывают тебя этой энергией. Як люди творшие, муж и женка Беруковы у залу урошистостям запросили и близких сябров. Со знаковой даты их повиншовали удельники хора ветеранов Палац культуры нафтоперопрацовщиков «Святло души». Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. Телеканал «Мазир». Специально для телерадиокомпании «Гомель». ГТ и иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я же с вами развитвуюся. Всего доброго и до встречи. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования – основная версия причины пожара в автомастерской на улице Медицинской в Гомеле, сообщили в областном управлении МЧС. Возгорание в кирпичном гараже, переоборудованном под автомастерскую, произошло вчера около 11 часов. По прибытию спасателей к месту вызова кровля гаража, оборудованного под автосервис, была полностью охвачена огнем. Вместе с тем, спасателями оперативно был ликвидирован пожар. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – это нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а также нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов. Никто из автомехаников, работавших в мастерской, на момент инцидента не пострадал. В результате пожара огнем повреждены кровля и потолочное перекрытие. Проводятся восстановительные работы. Ельские спасатели помогли дальнобойщику отбуксировать фуру, застрявшую в снегу. Автопоезд не смог тронуться с места на улице Гагарина. В момент инцидента в машине находился водитель. Работники МЧС при помощи автоцистерны и троса отбуксировали тягач с полуприцепом на проезжую часть. Тем временем спасатели Лельческого районного подразделения МЧС доставали из колодца «Поросенка». На территории приусадебного участка животное провалилось в канализацию. В колодце из железобетонных колец глубиной 2 метра и диаметром полтора метра находилось животное, которое при помощи хозяйственных рукавов было извлечено. Животное не пострадало. В Жлобине Мерседес померился силами с рейсовым автобусом МАЗ, совершив лобовую атаку. Водитель отделался царапинами, чего не скажешь о его немецком автомобиле. 26-летний водитель управлял автомобилем Мерседес со стороны БМЗ в сторону улицы Шоссейная города Жлобина. На закруглении дороги не справился с управлением транспортного средства, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом МАЗ под управлением водителя 1970 года рождения. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завтра в Южно-Корейском Пхенчане стартуют главные зимние игры четырехлетия. Торжественное открытие Олимпиады начнется в 14 часов по белорусскому времени. Телеканал Беларусь 1 проведет прямую трансляцию церемонии. Знаменосцем сборной Беларуси станет олимпийская чемпионка Сочи фристайлистка Алла Цупер. Напомним, что на нынешних зимних играх Беларусь будет представлена 32-мя спортсменами в шести видах спорта, чьи страны будут защищать и выходцы из нашего региона. Это упомянутая выше фристайлистка Алла Цупер и биатлонистка Надежда Писарева. Женская команда гандбольного клуба Гомель одержала очередную победу в чемпионате Беларуси. Гомельчанки на домашней площадке уверенно обыграли Бобруйскую Березину 41-17. Самыми результативными в этом матче в составе хозяек стали сестры Елена и Мария Акбаба. На их счету 10,7 заброшенных мячей соответственно. В субботу команде Тома же Чаттера предстоит противостояние с главным соперником за чемпионство столичным Бенда Убелас. Игра состоится в Минске. В нынешнем сезоне соперники встречались дважды. В этих матчах Гомелю удалось набрать только одно очко. Во втором круге команды сыграли в ничью. В первом гомельчанке уступили. Калинковичи смело можно назвать бильярдной столицей Гомельской области. Местная академия этого вида спорта начинает воспитывать чемпионов уже с малых лет. Бильярд это не просто игра, это образ жизни. Этому виду спорта все возрасты покорны. Никите Петрушенко всего 11, как и все дети. Он любит сладости, но особенно сладость победы. На многих соревнованиях он уже не раз занимал призовые места. Трудолюбие и регулярные тренировки вознаграждаются победами. Мой брат занимался бильярдом, меня это тоже чуть-чуть увлекло. Я в первые дни пришел, смотрел, ну и меня это очень заинтересовало. Я, мне мой тренер сказал чуть-чуть подождать, посмотреть, научиться. Ну я и вовсе подождал и достиг успехов. Калинковичи хорошо известны в бильярдных кругах, причем не только в масштабах республики. Кубок славянских государств, который проводится ежегодно, стал визитной карточкой города. На соревнования съезжаются именитые спортсмены. В прошлый год мы играли сборной Белоруссии против сборной Украины, приезжала сильнейшая сборная Украины и мы одержали победу. И играли и юношеская сборная Украины и взрослая сборная. Первый год мы проводили только взрослых, а сейчас мы проводим и детей, и взрослых. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова